Сегодня в студии news.ru Константин Ярошенко, российский пилот, который был арестован в США в 2010 году по обвинению в контрабанде наркотиков и провел в американских тюрьмах 12 лет. Сейчас он расскажет нам о жестокости американского правосудия и о том, как его пытались завербовать спецслужбы США. США — это зло. В отношении меня пытки были серьезны. Мое винение и заключение строится только лишь на одной фразе. Ярошенко понимал, что часть наркотиков попадет в США. Как вы знали, о чем понимал Ярошенко? Вы читаете его мысли, вы телепаты-экстрасенсы. Это все строилось в отношении меня для дискредитации правительства Российской Федерации. Американская система правосудия — это цирк. Я должен быть, наверное, не миллионером, а миллиардером, если бы перевез тысячи тонн контрабанд. Приезжайте ко мне в Россу, посмотрите, как я живу. Это news.ru. У нас в гостях сегодня Константин Владимирович Ярошенко, знаменитый летчик, который 12 лет провел в американской тюрьме, был обменен и вернулся домой. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам приехали, несмотря на пробки, несмотря на зимнюю погоду. Спасибо большое. Нет, ничего страшного. Я очень рад ответить на интересующие вас вопросы. А вам удалось уже повидаться с Виктором Бутом? Нет, еще я с ним не повидался, потому что он только прилетел, должен отойти от ужасов американских застенок. Сейчас пускай он отдохнет, восстановится. Но потом уже, может быть, если захочет встретиться, то можно было встретиться. А вот если брать американскую тюрьму, в России граждане знают в основном по фильмам, мы знаем про американские тюрьмы, вообще реальность отличается сильно? От кино нет, не очень сильно. Даже в некоторых случаях даже хуже, чем показано в кинофильмах. В некоторых тюрьмах это гораздо хуже. Каждая американская тюрьма, федеральная тюрьма, она разнится. Они нет одинаковых стандартов. Поэтому каждый директор тюрьмы и сам себе король в своем королевстве. Я вам расскажу больше, что когда было договорено на самом высшем уровне, чтобы не произвести лечение зубов, даже в Министерстве юстиции США было получение одобрения. А начальник тюрьмы сказал, говорит, нет, вот и все. Но он как на принцип пошел? Нет, почему? Просто он имеет такое право, что он думал, я не знаю. Просто дал отказ и все, без каких-либо комментариев и объяснений. А вот российская тюрьма от американская, они отличаются? Или вы про российский мало что знаете? Я не был в российских тюрьмах, но я смотрел передачу по телевидению в Америке, по National Geographic, есть такой канал. И показывали самые суровые там российские, мексиканские, где-то еще тюрьмы. Показали про российскую тюрьму. Там было их три. Одна из них очень запомнила. Называлась, по-моему, ИК-17. Из-за президента Колумбии, в 2017-м, строгого режима. Но я в то время находился в тюрьме Денбери, это штат Коннеклик, федеральная тюрьма. С полной уверенностью сказать, что уровень содержания заключенных в нашей тюрьме, даже самое суровое, как говорит Западный мир, содержание на порядок выше, чем в американской тюрьме. Вот наша тюрьма гораздо лучше. И содержание заключенных, придерживаться прав человека, прав заключенных, бытовые условия содержания. В американских тюрьмах все эти вещи полностью нарушаются. Ну вот в России, допустим, есть КПЗ, камера предварительного заключения, СИЗО. Ну вот это вот целая структура. А в Америке как вообще вот система тюрем, как она выглядит? Ну то же самое есть и типа как КПЗ или там следственный изолятор. Я буду так называться. Вот я находился в двух. Один назывался МСС, Manhattan Correctional Center, и потом МБС, Бруклин. Ну, примерно такого же плана. Здесь есть заключенный находится, даже не заключенный, а подозреваемый. В преступлениях до момента вынесения приговора, соединенный процессор, сидит там. Вот избиение пытки там, проходят люди через это? Ну, в отношении меня пытки были серьезные со стороны властей США. Они будут сейчас склоняться то, то, то струкнет. Власти США пытают по факту. Агент американских там спецслужб, ДИА, есть такая, Drug Enforcement Agency, агентство по борьбе с наркотиками. В отношении меня проводило и пытки, и избиение. Это было еще, правда, на территории Рибири, но потом еще на территории СССР тоже. В тюрьмах есть, конечно, американская система, там две системы. Есть федеральное значение, есть штатовское. Каждый штат свои там правила. Я находился в федеральной системе, где, может быть, открытого физического давления или там избиений нет. Нет, открытого, но моральное очень ярко выражено. За инакомыслим или за какой-либо другой проступок тебя могут посадить в карцер на неопределенный срок. Может быть, даже до года. Потом на один день выпустят и обратно пойдешь в карцеры. Тоже они бывают разные, карцеры. Вот я побыл в карцерах и в СИЗО, в МСС Манхэттен. Я побывал в карцере. И первая была тюрьма в Форд-Икс, это в Нью-Джерси. Ну и потом уже был в карцере в FCI, Federal Correction Institution, Денбери. Это штат Коннектик. Конечно, самое худшее, то, что я видел, это, конечно, Денбери. Это как в фильме ужаса показывают, но что-то типа наподобие того. В подвал спускаешься там? Нет, ну просто небольшие камеры, вот эти решетки. Фирма 1939 года, очень маленькие, там порядка, сколько она может быть, длину метр. Ну где-то, может быть, около 2-2,10 шириной, возможно, ну там, наверное, метра полтора. Да, двойные железные нары, умывальник, туалет, как называют, все вместе, там, два в одном. Вот и все. И вот люди находятся в жатном, практически двигаться некуда. Вот они находятся там. Годами сидят. Меня бросали много раз в карцер, даже и на бетонный пол, когда камера для двух человек. Меня бросали на пол, дали какую-то подстилку, все, лежит на полу. Это было в Форд-Икси, когда меня бросили в карцер за то, что журналистам сказал, «Как меня содержат американские власти в тюрьме США?». Вот даже потом, я прекрасно помню этот момент, когда директор тюрьмы была некая мадам Зикенфуз, мою фамилию запомнил, я спросил, за что меня посадили в карцер, она сказала дословно, за то, что ты говоришь про США. А вот такая вот демократия по-американски. Я ответил, что есть какие-то тайны, что я все же говорю, констатирую факты. Я ничего не придумываю, я говорю то, что есть на самом деле. Но американцы не хотят, конечно, идти, видеть у себя бревно в глазу. То есть они считают себя искренне демократами? Демократами, что у них собрется права человека, свобода слова. Но это все, понимаете, это весь этот неолиберализм, понимаете, вымышленный. И демократия, псеводемократия существует. Промывают людям мозги через средства СМИ. Поэтому никакой демократии, либерализме, не знаю, правосудии, речи быть не может. А вот изначально, что для вас было самым удивительным, когда только все с вами это случилось? Какие были ожидания? То есть что вы ждали и что в итоге больше всего поразило, удивило? Ну поразило все, когда я, во-первых, когда меня привели на территорию США, я надеялся, что здесь будет и правосудие, правосудия не оказалось. Они даже нарушают свои собственные законы конституции. Это первое, что поразило. Условия содержания заключенных. Это отдельная тема для разговора. Посылки запрещены какие-либо в федеральную систему. Медикаментозные посылки, вещевые посылки. Все эти вещи запрещены. Даже я вот приду пример. Когда началась пандемия, посольство Российской Федерации послало мне маски, но тюрьма запретила даже передачу масок. Хотя масок на тот момент, когда началось, масок в тюрьме не было. Поэтому многие заключенные умерли. Лично в моей казарме через койку лежал заключенный, который просил о помощи у медсостава. Ну, было отказано, и через два дня человек умер. Он просил, говорит, помогите, помогите, мне там плохо, они могут дышать. И представитель санчасти сказал, ну, полежи, все пройдет. Ну, все прошло. Через два дня он умер. Ну, все прошло. Вот он умер. То же самое по медицинскому обслуживанию. Помощи в американской тюрьме не дождешься. Вот, помимо, последняя тюрьма была в Сайденброй. Тюрьма 1200 человек, порядка, даже, может, побольше. Есть там и мужское, половина где-то тысячи человек, и маленькая, небольшая, женская половина. Вот на всю вот эту тюрьму есть только один доктор. Один доктор, которому попасть очень тяжело. Там, если написать какое-то там прошение, что примите меня, пожалуйста, можно увидеть, может быть, через месяц, через полтора. И то, он гинеколог. Вы понимаете, в морской тюрьме идти на прием к гинекологу. Абсолютно и то. Конечно, он не лечит других, не медсестер, там, ну, пробиться к ним очень тяжело. Поэтому ни медицинского обслуживания, ни питания, тоже самодельная тема. Если там хочешь что-то покушать, иди покупай там в магазин тюремный, где там очень все дорого стоит. И выбор очень ограниченный. То, что подают заключенных в столовой, ну, это и есть, конечно. Поначалу было невозможно, потому что... Ну, а что, например? Ну, в основном, это основное, они дают, ну, опять-таки, тюрьма, тюрьмирозень. Это рис, это бобы, это кукуруза. Вот. Иногда дают некое наподобие субстанции, некого, как мясо. Насколько вы похудели? Поначалу сильно, а потом, как в последнее время, стала пандемия. Мы находились практически два года, практически без движения, потому что нас закрыли по казармам. Казармы очень маленькие, со мной сидел заключенный. Итальянец, который находился в этой тюрьме Денбери, по-моему, в 1974-1976 году, говорит, у меня какое-то дежавю. Потому что ничего не поменялось. Все то же самое осталось. С 1976 года только лишь население тюрьмы, заключенных, увеличилось как минимум в три раза. Там есть казарма на 100 человек, есть еще маленькие камеры. Тоже они малепусенькие, очень-очень маленькие. Там находятся по два человека. И раньше там находился один человек, еще там в 30-40-е, там было там 50-е годы. Но потом американская система увеличила наполняемость как минимум в пять раз. Если вы знаете по статистике, что до 80-х годов заключенных в США было порядка 500 тысяч. За два десятка лет оно увеличилось до 2,5 миллионов. И вот представьте, население США составляет 5%. Заключенных в США находится 25% всего мира. Понимаете, 5% всего мира и 25%. Вопрос, это люди такие криминальные? Или же система такая прогнившая? Скорее всего, система прогнившая, но люди такие же самые. И поэтому, когда они нас обвиняют, там, ГУЛАГ и тому подобное, или нет, вот здесь у вас сейчас как раз-таки ярко выражены 30-е годы времен Вышинского. Если помните, был такой генеральный прокурор Советского Союза, когда сделал тройки. Там прокурор, судья и адвокат. Даже не нужно присутствие подозреваемого. Они принимали решение и сажали в ГУЛАГ. Вот то же самое сейчас происходит и в США. Потому что 2,5 человек сидит в тюрьмах, еще сколько сидит под домашним арестом, условное наказание. Ну, там будет, я точно цифру не знаю, но к этим 2,5 миллиона человек, а я думаю, еще, может быть, миллионов 5-6, можно будет еще прибавить. А по вашим наблюдениям, вот какие основные статьи, за что в основном? Ну, вот если брать большую часть. За все сидит. И убийства, и кражи, и махинации. Все то же самое. Люди примерно одни и те же. В основном сейчас они сажают даже не за совершенные преступления, а за какие-либо намерения. Основная масса по факту не совершали каких-либо действий или правонарушений. Даже в Америке такое существует уже, как я считаю, что это полный идиотизм. Существует такое понятие, not violence crime. Оно переводится как несовершенное преступление. Но само слово «преступление» подразумевает в себе какие-то действия реальные. А там вот такое есть понятие, что даже тебя сажают не за совершенное преступление. Как меня осудили? За что меня осудили? Мое винение и заключение строятся только лишь на одной фразе. Ярошенко понимал, что часть наркотиков попадет в США. Аргументация того, что я не говорил по-английски, это раз, не убедила суд. Более того, когда мы спрашиваем, как вы знали, о чем понимал Ярошенко? Вы читаете его мысли, вы телепаты экстрасенсы. Второе, понимание чего-либо не означает согласие участвовать в чем-либо. Понимаете, разное. Понимать и соглашаться. Разные вещи, но такие серьезные доводы для американского суда, они посчитали, не нужно их принимать. Такой серьезный довод. То есть, ваше главное обвинение было в том, что Ярошенко понимал. Правильно. Только из-за понимания. Никакой дипломатической почты, тем более, речь не шла ни о наркотиках. Я с ними не вступал ни в какие дебаты. Вот одно самое. Я посреди находился в комнате с агентами американских спецслужб, которые специально наговаривали текст, в котором не звучали слова «наркотики», незаконная их пересылка на территорию Африки, не в США. Эти вещи не звучали. Звучало, что там обходным путем, что возможности перевести дипломатическую почту, которую они подробно знали, что там будут дипломаты Республики Либерия, возможно, туда положат какие-то незаконные, а может быть и законные наркотические средства. Потому что наркотические средства уже могут возиться и законно, и незаконно. Тут тоже можно дискутировать, как это все перевозка. А вот в итоге в приговоре, когда был приговор, зачитан в суде, что там было? Вот именно основное обвинение. То же самое. Я был осужден за одно. И все эти агенты даже в дальнейшем давали в СМИ. Американские агенты, американские спецслужбы, то же самое Луис Миллионе, это супервайзер, так как главный агент спецслужб США по фабрикации дела. Он подтвердил, да, потому что Ярошенко понимал. И меня обвинили на 20 лет, а в реальности меня осудили на 24 года. Почему еще 4 года пробейшина, это по-русски будет условно. Если я нарушу, я бы должен осидеть еще 4 года. Меня осудили за то, что, опять-таки, вернемся, Ярошенко понимал, что часть наркотиков попадет в США. Планировалось, когда они наговаривали тех, что либерийские дипломаты в дипломатической почте перешлют с некой до сих пор непонятной южноамериканской страны, будь то там Перу, Эквадор, Колумбия, Венесуа, пока не знают. Из этих стран перевезут эти наркотики в Либерию. Потом Агент Диэй переложит часть наркотиков, переложит в дипломатическую почту, довезет до Ганы. И потом уже в Гане положат в самолет американской авиакомпании Дельта Эрлайнс, который летает по маршруту Гана-Нью-Йорк. Ну, поймайте весь этот бред. Меня осудили только за то, что я понимал, что часть несуществующих вымышленных наркотиков незаконно попадет, нелегально попадет в США, в диппочту. Хотя кто имеет право вскрывать дипломатическую почту? Кто отвечает за вложение в диппочту? Перевозчик или же дипломаты, которые печатывают? Понимаете, здесь тоже много вопросов. Вам же дали адвокаты от государства? Поначалу, да. Поначалу тебе дают бесплатного адвоката. Но, честно говоря, их даже адвокатами назвать нельзя. Это прокурорские марионетки сразу же. Потому что с ними даже ничего делать нельзя. Они сразу тебя начинают давить на признание вины. Ты это сделал. То есть в смысле, что человек даже не пытался вас вытащить как-то из этой ситуации? Нет, зачем? Это не нужно. Они работают на правительство. Они получают от них деньги. Поэтому какой смысл? Идти против того, потому что там и суды, и прокуратура, они одно целое. И вот если бы я признал вину, как сказали, признай вину, мне бы дали 30 лет. Я вину не признал, пошел в суд. Суд тоже увидел, что это уже перебор. Дал 20, хотя просили 10 лет. Хотя один немаловажный факт. Двух реальных наркоперевозчиков они призвали невиновными и отпустили. Они из Ганы. Это граждане Ганы, которые я вообще никогда не знал, не видел. Не знал, кто такие. Они сказали, да, мы наркоперевозчики. Мы переводим незаконно какие-то наркотики. Но мы не хотим их привезти в США. Все, нам это не надо. И такой вот абсурд. Их по каким-то непонятным мотивам их оправдали. Много, понимаете, там много звучало и лжи, и фабрикации, и фальсификации. Открытое при том. Более того, перед вынесением приговора присяжными прокурор заходит в комнату совещания присяжных. Туда заходит, там провел некоторое время, выходит. И потом вынесли обвинительный приговор мне и еще одному гражданину Нигерии. Двум другим гоницам сказали, что невиновны. Поэтому здесь чисто шла политическая подоплюка, я считаю. А им для чего это нужно было? Потому что русские... Ну нет, это все строилось в отношении меня для дискредитации правительства Российской Федерации. Я маленькое звено в большой цепи. В моем понимании, то, что я знаю информацию, я понимаю, что это все строилось. Дискредитировать наше руководство. Ну то есть один из кирпичиков информ войны, да? Конечно, 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 да. Ну поначалу я думал, сейчас придется, я докажу свою невиновность. Я не винов в 100%, я у себя был уверен до конца. Но никаких либо там допросов, это там ничего, это не происходит. Ни допросов, ни проверок, ни запросов, ни в Российской Федерации. Никто, что, как, почему, зачем. Американские власти это не делали, и им это для дела не нужно. Много звучит фраз в официальных документах, и когда заявляют и суди, и прокуратура, используя слово «мы верим, we believe, мы верим, что вы совершили преступление, мы верим, что вы там что-то сделали противоправное». Много фраз таки звучит, что «looks like», смотрится как-то. Судья завершает, смотрится как-то, что вы преступник, вы совершили преступление. Это вот, и там идет не констатация фактов, хватает только лишь каких-либо умозаключений. Поэтому я в одном из документов, называется «просил это», это когда пишешь сам непосредственно в суде, без своего адвоката, я ему написал письмо, четко все высказал. Он говорит, позвольте, вы там пишете, что вы там верите, что я там преступник. Я пишу в суде, я говорю, позвольте, дети верят в Санта-Клауса, люди верят в Бога. Но существует ли он, вы понимаете, верить и существовать что-то, это совершенно разные понятия. Но американская система правосудия – это цирк, а эти суды называются судилища, цирковое представление делится. Ложь откровенная, прокурор нагло лжет, когда я уловлю, что ты врешь, но ничего страшного, это все для них нормой является США. А вас не пытались завербовать? Конечно, сразу же, с момента похищения. Это не секрет, сразу же, как похитили, 28 мая предложили быть американским, не знаю, там, марионеткой. Для властей США, там, ДИА, там, не знаю, там, NSA, CIA, не знаю, кто там. В основном ДИА, в моем деле, звучали, участвовала и американская служба ДИА, и National Security Agency, это служба безопасности Либерия совместно. По фабрикации дела в отношении меня участвовали и высокопоставленные лица правительства Либерии, это был такой Фумба Серлиф, это сын президента Серлиф, начальник службы безопасности Либерии. В отношении кого? На территории Америки, США, было несколько уголовных дел. Они выполнили их нечеткие американские инструкции, поэтому много там завязано политики, вовлечено больших политических лиц. И мне сразу предложили кооперировать с американскими властами, на что было сразу, я давал отрицательные ответы. Когда меня похитили, я сказал, мне нужно представить российской депмиссии или ждать мне позвонить там в семью, все было отказано. Потом в самолете меня пытались еще зарабевать, потом по прибейти в США, когда мне грозили там поначалу до пожизненного, потом они брали многие обвинения абсурдные. А, например, какие были? Поддержка терроризма. Такие тоже вещи звучали поначалу. Есть такая марксистская организация в Колумбии, ФАРК, революционные воеземные силы Колумбии. Для нас они марксисты, для американцев они террористы. То есть пытались найти связь вас с этими ребятами? Ну, конечно, конечно, что вроде как данные наркотики идут из Колумбии. Это наркотики вот этой службы, вот этой организации ФАРК, которые убивают американских солдат, которые находятся на территории Колумбии. Потому что если ты купишь у них наркотики, получается, что ты финансируешь деньги в убийство американских солдат. Там фантазий, поверите мне, очень много, очень много и лживые фантазии. Официально заявляете, Ярошенко перевез тысячи тонн контрабанды по всему миру. Говорю, позвольте, давайте в Российскую Федерацию запрос, приезжайте ко мне в Ростов, посмотрите, как я живу. Я должен быть, наверное, не миллионером, а миллиардером, если бы перевез тысячи тонн контрабанды по всему миру. Наркобарон просто. Да, наркобарон, что-то типа такого плана, да, приезжайте вон, пожалуйста. Ну как я живу? Я живу у него просто, пятиэтажка, хрущевка, пятый этаж, ну все прекрасно. А вот правда ли, что в американских тюрьмах процветают коррупция, рабство и нелегальный бизнес, как это вот показано тоже в кино, Брубекер, например? Рабство там существует на федеральном уровне. Есть такая организация, называется Unicore, которая производит различного рода товары. Я сидел в Ford X, они производили коробки для какой-то сотовой компании, радиоэлектронику, какие-то там распайка, военную форму шили и получали при этом заработную плату, по-моему, там 15 или 20 центов в час. При минимальном оплате труда там по федеральному закону, вложим это около 10 долларов в час. Но товары, произведенные заключенными, продаются по коммерческим ценам. Вот это, я считаю, чистое рабство. Люди там, может, там много людей из Мексики, из Гондураса, из других, с Венесуэла, из Колумбии, из Эквадора, которых нету деньги, чтобы себя прокормить в тюрьме. Поэтому идут, работают как рабы, чтобы себя немножко поддержать за 15-20 центов в час, понимаете? Это считается рабство на федеральном уровне. Поэтому они работают там с утра до позднего вечера. Может, для этого и нужно такое количество заключенных, чтобы они работали? Так, по-моему, так она есть. Все поставлено на федеральном уровне, поставлено, это же кровавый бизнес. Осудить на огромные срока, и потом посадить в тюрьму, и пускай, как рабы работают. Человек работает там 8 часов в сутки, а то и там больше не работает, по 10 часов работает. И зарабатывать в день там 2 доллара. Пре-таки один звонок в Российской Федерации стоит там, звонок с телефона стоит доллар-минута. Ну, понимаете, да? Там в магазин пойдешь, там цены, ну, достаточно кусаются. Тюремный счет, вот, из этого счета хочешь позвонить, тебе снимаются деньги, пошло в магазин, наличных денег нет. Тебе тюрьма снимает с того счета деньги, вот, что-то потратила на магазин, там, на генетические продукты, на питание, на одежду, все, плати. А если нет денег, например? Ну, это твои проблемы. К родственникам обращайся, кому угодно, потому что передачки запрещены, посылки запрещены, все это запрещено. А вы работали там в тюрьме? Не дня. Я сразу сказал, я работать не собираюсь на это преступное государство. Хочется соседить в карцер, делайте, что хотите, я не буду работать на это преступное государство. Поэтому я не дня не работал. А не пытались давить на вас как-то? Конечно нет. Кидали в карцер, посадили, все, ну, зачем? Допустим, шить военную форму на армию врага, ну, понимаете, это абсурд. Как-то я не могу. А вот коррумпированность какая-то присутствует? Есть ощущение, что там коррупция? Я думаю, что нет в большой степени. Конечно, есть люди все, примерно, одни и те же, понимаете. И в тюрьме, скорее, есть и коррумпированные там, и офицеры тюрем. И, конечно, все это дело присутствует. Ну, условно, откупиться там можно от тюрьмы? Ну, реальный человек совершил преступление? А, нет. В этом плане нет. В этом плане невозможно. Они сажают всех американцев. Будь ты миллиардер, будь ты хоть ты кто, там даже не откупишься. Поэтому самый большой отпуск, это у них, по сравнению с Норильсом, это юристы, которые стоят очень дорого. Я не знаю, откуда такое ценообразование. Я не знаю, что они даже не выполняют свою работу. В час юрист, например, сколько стоит? Ну, цены разнятся, там, от ста до, там, хорошего юриста, там, 2,5 тысячи долларов, 3 тысячи долларов в час. А вот нелегальный бизнес процветает в тюрьмах? Есть что-то, вот, нелегальный бизнес? Да, ну, люди там занимаются, и нелегальные, и контрабанды, все это дело, все это дело есть, все это, как любая тюрьма. А вот как в фильме «Преступник», например, бои между заключенными, ставки делали, вот это есть, или... Я этого не видел, нет, есть, конечно, и драки, и серьезные драки между бандами, и убийства есть, все это, как в нормальной тюрьме. Но вот таких боев без правил, я лично в федеральной системе не знаю, а вот в штатовских, возможно, возможно. Потому что это разные системы штатовские, смотрю, какой штат, там есть более жесткие нормы, и жесткие условия содержания заключенных, нежели в федеральной. А вот группировки, там, стенка на стенку, какой-то группировки, если... Конечно, все это присуще, да, и стенка на стенку, там, между бандоформированиями, я в 2017 год, по-моему, я в Форд-Дикси, ну, там, стенка на стенку, наверное, человек, наверное, 200, наверное. Ну, там, все серьезно, там, тоже офицеры, эти маски-шоу, дубины, ну, слезоточивый газ, ну, все как положено. А там побег можно совершить, например? Ну, тяжело, потому что очень, я не знаю, редко, ну, совершают, все равно побег совершают, но это тяжело. А вас пытались в какой-нибудь конфликт втянуть, или вот в эту стенку на стенку в группировке? Не, ну, нужно как-то придерживаться своих, своей, там, не знаю, группы, или себя вести правильно, ну, втянуть, конечно, пытались. И, ну, раз нужно встать, там, объяснить какие-то вещи, да, конечно, мужской коллектив, для меня это не новость, потому что я провел в мужском коллективе достаточно много времени, это и летное училище, и советская армия, и потом транспортная эскадрилья, летчики, да, все же мужчины. Вот, мужской коллектив постоянно. И втянуть попытались какие-то, и есть вещи, которые просто втянуть, что потом, может, теперь и подставить пытались. Все было, понимаете, это тюрьма. Ты живешь вот в Форд-Иксе, 5 тысяч заключенных, кто там порядок наведет. Одна казарма, там, строение, называется Парнирский юнит, 350 человек, там сидит один внизу, там, офицер. Что там творится в третьем этаже, никто не знает. 350 человек заключенных. А сотрудников? Один стоит, этот, охранник, и тот стоит внизу на входе. Так это же можно взбунтоваться и вынести этого охранника-то. Ну, может, не особо бунтуется, куда бежать, вынести, куда. Потом тебя посадят на пожизненное, или же тебе будет смертная казнь. В Америке, что-то не особо церемонится с человеческими жизнями. Один раз только был бунт, и то это было в Денбуре, и взбунтовали заключенных. Почему? Потому что и даже скудное питание что-то обрезали, и хотели забрать ящики для, где ты можешь держать свои вещи, чтобы вообще ничего не было. И заключенных взбунтовались. Ну, взбунт был как? Просто все закрылись по казарам, никто не выходил на улицу, никто не пошел ни на работу, ни в столовую, никуда. Все сидели полностью, и вот так как объявили голодовку. Ну, это не бунт, это так. Ну, бунт. Ну, вот это вот в таком контексте, да, вот такое было мероприятие. Ну, там через три дня администрация пошла, дала попятную. Ну, то есть получается, что вот какой-то агрессии такой максимальной от заключенных нет. Американские заключенные тихие боязливые в общей массе? В общей массе, да. Народ напуганный сильно. Напуганный сроками, смертными казнями и тому подобное. Ну, то есть запуганная нация? Ну, я считаю, что да. Потому что в суды идут очень мало людей. Все признают вину. То есть, а если признаешь, судов нет там, получается, да? Ну, ты признал вину, тебе дадут гораздо меньше срок, если ты признаешь вину. Ну, поэтому так все и строится. А вам лично приходили мысли о побеге? Да всегда. Как в любом закону, в котором 20 лет тоже не мечтает как-либо сбежать. Конечно, приходили такие мысли. А что останавливало? Новый срок? Не, ну зачем? Ну, опять-таки, наши мысли были, мечты были, да? Ну, и как их реализовать в реальности, понимаете, это, конечно, тяжело. Если видишь там систему охраны, там, ключи проволоки, ну, куда бежать? Быть самоубийцей. В фильме «План побега» Сталлоне, Шварценеггер сбежали. Легко рассуждать здесь. А когда там находишься, все совсем по-другому. Мысли были, но осуществление было бы их, это было бы самоубийство. Ну, застрелили бы и все? Ну, и застрелили бы, там, если бы не застрелили, там, еще бы добавили лет, там, с десяток. Перед тем, как тебя ввозят в госпиталь, тебя взорвут в наручники, и ты подпишешь документ, что любые действия будут идти на поражение. Все, ты это должен понимать. В Америке жизнь человека, она ничего не стоит. Вы посмотрите, что там творится. Человек что-то неправильно сделал, повернулся, полицейские застреливают, и все, даже не думая, не разбираясь. И застреливают и детей, или кто-то не подчинялся их приказам. Они жестокие такие, или у них просто вот система такая определенная, ценностей? Я думаю, система такая. Люди одни и те же, может быть, да, может быть, другие, но система так построена. На жесткости гражданам. Эпиды такие, американские, может быть, граждане запуганы сильно, понимаете. Я вам говорю, ребята, вам нужно встать и сменить этот сам строй. Вы же здесь рабы, какие здесь демократии. Встаньте, сделайте революцию, встаньте с колен. Потому что сейчас я считаю, что граждане стоят на коленях. Дикие налоги, никаких прав человека, ни медицинского обслуживания, это же ничего нет. У меня все даже знакомые, которые есть там, адвокаты, прилетают к нам лечиться, потому что у нас медицинское обслуживание, я считаю, лучше. А вы это только там поняли или до этого еще догадывались, что не все так, как говорят? Я раньше про Америку вообще не думал. Для меня Америка была и остается врагом номером один. Я человек советской старой школы, поймаете. Мое мнение, что США — это зло. Это нам говорили правду и в Советском Союзе. И сейчас в этом прекрасно все видно. И вы убедились в этом уже лично? Конечно, конечно. На личном примере все ощутилось, эти прелести этой псевдодемократии. А вот русскоговорящих заключенных, а вообще русскоязычных, много там вы встречали за 12 лет? Ну, смотря в какой теме. Если в Форд-Дикси было достаточно много, там на 2,5 тысячи, ну, может, было на человек 20 русскоговорящих. Это в основном кто? Высшие выходцы из Советского Союза. А вы с кем-то из них там подружились? Какие-то отношения у вас складывались дружеские? Ну, с некоторыми, да. Хорошие были отношения с некоторыми. Но больше всего, конечно, подружился с гражданами Испании, с Дэвидом Мендозой, да. И еще там был один Эммануэль Николевского, хороший парнишка из Румынии. Ну, конечно, были хорошие ребята и русскоязычные, которые там эмигрировали давно еще. Ну, и с ними тоже были хорошие ребята. Они за что сидели? Тоже запали? Политика была? Нет. Финансовые махинации в основном. А вот бытовые условия, допустим, как часто дают мыться? Там туалеты есть ли? Там душ, ванная? Разные тюрьмы. Ну, последние, конечно, это очень ужасно. На 100 человек 4 унитаза. По факту, понимаете, 4. Хотя положено по минимальным нормам содержания людей. 10 человек должен быть один унитаз, один умывальник. Там 100 человек, 6 умывальников, из которых там может быть только лишь 3 рабочих. Ну, в лучшем варианте 4. Вот и 4 унитаза. Все, понимаете, там утром какая стоит очередь. Есть там душевые кабинки, да, это есть. Можно принять душ. Там у которых, по-моему, 4 штуки. Ну, а душ можно в любое время принимать? Или там только час вечером, например, дают? Нет. Можно принять, конечно, есть время, там называется, подсчета, когда должен находиться на своем месте. Вот. А если не идет подсчет, то, пожалуйста. И если некоторые тоже там работают, там, в столовой, они не могут, приходится работать, принимают душ, да. Ты можешь принять душ. Ну, опять-таки, там бывают и проблемы и с водой, потому что тюрьма в Денбери очень старая, все прогнившее. Ужасное там состояние и дикая антисанитария, конечно, все. В некоторых тюрьмах, они, может быть, и есть, но где я был, вот это, вот в особенности, это МСС Манхэттен, это как следственный изолятор. И потом я был в Денбери, вот там именно, в основном, по всей федеральной системе стоят железные нары, сваренные из уголка, лист металла, небольшой матрас. И в Денбери даже запрещена подушка, запрещена. Тебе дают там небольшое покровало тоненькое, вот и весь скарб, на чем спать. А в тюрьме, в Американской, есть стукачи? Ну, конечно, есть, как и в любой тюрьме. И тебе могут и подставить, и продать, все, что угодно есть. И ко мне там подставят, там какую-то информацию дать. Я себе дал прекрасный отчет. А вообще вот чувствовалось ли какое-то предвзятое отношение именно потому, что русские? Лично ко мне 100%. Здесь даже 100%. Любое высказывание, гонение, там, не знаю, там, обыски постоянно. Мы вещи переворачивали, в карцер кидали. Того Ярошенко к стенке, оп, давай там обыскать, прилюдно. Мои вещи там два раза в день переворачивали, просто так. Поэтому уже было, чтобы там ничего не подкинули, там, какую-то гадость, сказали, вот там тебе какая-то контрабанда. Это все дело было, и достаточно много, в особенности в тюрьме Фордикс, в особенности. А что при этом чувствуешь? Это ощущение беспомощности или злости? Поначалу, конечно, зло, но потом уже привыкаешь. Может, мы опять перевернули. Но хорошо, потом эти вещи прекратились, потому что каждый переворот я сразу писал нашему посольству. Они сразу же реагировали очень быстро, очень жестко. Спасибо большое Антону Анатолию Ивановичу Антону, когда он и в надежде, что мы другим, они четко сразу писали на все мои заявления и прошения сразу в Госдеп ноты протеста. В плотном контакте и моя супруга, и с МИДом, и с посольством. Даже я давал своим друзьям в тюрьме, говорят, если что-то самое случится, вот телефон на посольство. И там пару раз было, что меня кидают в карцер, и мои друзья сразу звонят в посольство, говорят, так и так, он сидит в карцере. И все, и тут же посольство или генконсесса сразу, или приезжают в тюрьму, пытаются, или добиваются, разъяснят, в чем проблема. Если, допустим, я не могу позвонить семье, может, так мне в карцере, я не могу дозвониться, я не могу написать. Другие заключенные знали, что так, я в карцере, тоже звонят по каким-либо путям. А вот как вы заметили, допустим, в тюрьмах больше русофобии, или, допустим, там, отрицательное отношение к темнокожим, например? Не, вы поймаете, американское сообщество, оно очень разрознено по многим признакам. Это и расовым признакам, да, религиозным, предназначенным каких-либо группировок. Чёрные держатся своей кучкой, мексиканцы свои, белые свои, всё, они разрознены. Русофобия, вот в тюрьме лично нельзя так сказать однозначно, она есть, конечно, да, в основном она есть, может быть, со стороны охраны. Конкретно в отношении меня не так сильно она ощущалась со стороны других заключенных, потому что я проводил политико-воспитательную работу. У меня были там прекрасные друзья и хорошие отношения были и с чёрным населением, и с итальянцами, и с портуриканцами были, и с мексиканцами были, и с мексиканцами были хорошие отношения. А языковой барьер? Ну, уже потом говорили все на английском языке, поначалу да, а уже там через 8 лет уже хочешь-нахочешь заговоришь. Поначалу было тяжело, поначалу я только лишь общался с несколькими, может, сильный был языковый барьер. Но потом через года уже, конечно, всё же выучил язык и уже общался со всеми. А какую вы политико-воспитательную работу проводили? Пушкина читали? Нет, зачем? Ну, именно показать, что это вся их пропагандистская машина ложь, CNN, Fox News, NBC, CNBC и тому подобное. Всё это полностью ложь. Начинаем мы с ними дискутировать. То есть вы это им объясняли? Конечно, я показывал. Вот видите, хорошо. На чём это всё основано? Посольство мне выписало там российскую газету «Известия», «Жилная Родина», «Коммерсант» газеты. Плюс ещё там, по возможности, я звоню домой, узнаю там, поставь мне новости, Виктория, какие-то новости сейчас есть в реальности. И говорю, вот хорошо, вы видите только лишь одну страну медали. Вот я смотрю, ещё российские газеты, да, я читаю, слушаю всё. Поэтому нужно смотреть две стороны, потому что принять решение, это правда или ложь. Вот вы говорите, что мы такие-то плохие на Украине. Хорошо. Чем это всё подтверждено? Только одним заявлением CNN, не более того, или там ABC. И так с ними мы начинаем дискутировать. Они понимали, и поэтому в основном принимали мою позицию. А сейчас с кем-то из них общаетесь? Переписка какая-то? Или они так и сидят, и у них нет доступа? Переписываюсь с несколькими, да, уже заключёнными, есть, связь поддерживаем. Пытаюсь как-либо поддержать их морально. Пытаюсь поддержать, может, там тяжело находиться. А вот считается, что США — это свобода ЛГБТ, а как вот с меньшинствами в тюрьмах дела обстоят? Ну, я вообще даже, мне там про противность эти вещи говорить, обсуждать. Ну, они там есть, там эти ЛГБТ есть, они там своими там ходят, ну, ходят и ходят. Сами американцы их тоже особо не любят, потому что они боятся, потому что что-то высказать или что-то запретить им. Я поэтому постоянно подначил всех американцев. Или у вас там не американский флаг, а должен быть вот этот, рейнбо флаг. Или это ваши все флаги, там вы там ходите, там Манхэттен. Это ж вы, кто вы есть? Это не мы. Ну, а кто же? Это ж вы, всё, вы же там устраиваете эти парады, пропаганду всей этой, всей этой гадости. А есть какие-то запретные темы среди заключенных? Вроде нет, говорят, это всё, заключенных это всё. Ну, в основном, каждый занят собой, когда сидишь, большой срок, у меня там все были там знакомые, там друзья, там отсидели, там 25 лет, 27 лет, понимаете. Большие очень срока. Каждый сидит, занимается своей рутиной. Должна быть рутина, что ты должен делать. Потому что если будешь там о чем-то думать, не будет какой-то рутины, это будет ещё тяжелее. Когда я пришёл, мне тогда сказали, говорит, Костя, научись делать время. Это очень хорошее, вот такая, была мне сказана одним из русскоязычных, его звали Дмитрий, даже помню фамилию, подлог. У нас, я, по-моему, 25 лет. Он говорит, Костя, научись делать время. Это очень хороший совет был, им сказанный. А что это означает? Ну вот, делать время, чтобы заниматься чем-то таким постоянным и не думать. Полу-рутина, встал, помыл, вот это сходил, что-то сделал, вот один в один в день, чтобы не думать. Почитал, позвонил, если попытался, там письмо написал, что-то ещё сделал, вот одно, чтобы дни быть одинаковые. И так идёт время быстро, чем-то тебе занять, чтобы там с ума не сойти. Поэтому нужно делать время. А что вам помогло не сломаться? Ну, много нет, семья, поддержка, там граждане нашей Российской Федерации, все там писали мне. Не только и русские писали, из других стран, из Канады, из Америки, там откуда-то ещё мне писали, что и поддержку, и материальную поддержку. Ну, и также и другие заключённые прекрасно меня поддерживали хорошо. Поэтому здесь комплекс. Ну, возможно, это семья. Семья — это номер один. Супруга, мама, дочка — это всё. Сейчас ситуация, которая происходила с вами, повторяет похожую историю. Сын депутата Госдумы Селезнёва, Роман Селезнёв, его за кибромошенничество осудили, и вот его недавно посетил Антонов, он сказал, условия неприемлемые. Получается, что каждый российский человек, русский человек, находясь в Америке, может в такой же ситуации оказаться? То есть ни за что могут посадить? Конечно. Конечно. Сейчас вы видите, как происходит яркое выражение гонения на граждан Российской Федерации со стороны США. Положим обвинением, экстрадируют из третьих стран и осуждать на огромные сроки. То же самое дело в отношении Романа Селезнёва, который был выкран, если мне память изменяет, с Мальдив, в Смоле. Вот, и осужден на 25 лет. Я понимаю сейчас, как ему тяжело там приходится. Роману Селезнёву и другим нашим гражданам, как винник, поэтому нужно делать, я считаю, и делает наше именно, и наш МИД, и наше посольство. И я считаю, что делает и наши власти для того, чтобы, или же облегчить, но лучше вернуть наши граждане на родину. Чтобы в эти ситуации не попадать, лучше туда не ездить? Лучше, конечно, отказаться от поездок, где американцы держат всю систему под контроль. Ну, это вся Европа, и там несколько стран, может быть, в Африке, и в Южной и Латинской Америках тоже. Лучше, конечно, быть на территории России, и всё будет нормально, никуда не надо выезжать, чтобы не было проблем. А есть ли шансы, что вам, например, американское государство компенсирует вот эти 12 лет, которые вы там находились? 12 лет жизни-то они украдены? Я буду пытаться добиваться справедливости уже на территории Российской Федерации по российским законам. Но у нас есть некоторые проблемы, потому что мы не можем пока, наше законодательство не позволяет заочно осудить американских граждан и других граждан, совершивших преступления. Поэтому есть некоторые моменты юридического плана, которые я хотел бы, может быть, с помощью общественной палаты исправить это положение, ввести поправки, чтобы можно было судить граждан зарубежных государств, которые еще не находятся на территории Российского государства. Только лишь я вижу путь, что на территории Российской Федерации по нашим законам пытаться хотя бы добиться публично их обвинить в тех преступлениях, которые они сделали в отношении меня. Судимости меня сейчас нет. Ни по американскому законодательству, ни по российскому, так как я был полностью помилован президентом США Байдена. Я вошел в общественную палату по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Я вошел в комиссию по экспертизе общественно значимых законопроектов и других правовых инициатив. Более того, на пленарном заседании, которое состоялось буквально на той неделе, я был назначен первым заместителем комиссии. Конечно, это очень большая ответственность на меня. Я говорил, что да, я бы хотел помогать людям. А вот что за единый координационный центр поддержки соотечественников за рубежом, вице-президентом которого вы также стали? Цель и задачи данного координационного центра помогать нашим соотечественникам за рубежом. Может, неделю три назад ко мне поступило обращение, ко мне обратился гражданин Российской Федерации, который, правда, живет и находится в Германии. В отношении к нему стали проводиться уголовные преследования за то, что он поддерживал нашу специальную военную операцию через интернет-ресурсы. С поставленом лайки его пытались осуществить на очень большой срок. Этот наш координационный центр произвел всевозможную работу. Также помог найти фонды, которые помогали ему и для оплаты на адвокатские расходы. Как вы относитесь к тому, что российские заключенные, что их, они уезжают воевать в зону своего ЧВК «Вагнер» и похожие отряды? Если есть такое желание у кого-либо заключенного, я только положительно, почему нет? Это все идет на пользу нашему государству. Если человек умеет воевать, он согласен. Я считаю, что это не под палкой делается, а согласие. Если есть такое, то я эти вещи, конечно, поддерживаю. Вы не планировали в Донбасс ехать, именно как поддержать наших военных? Конечно, я планирую. Но пока у меня супруга странная, куда тебе воевать? Я бы хотя бы пошел в этом в бой. Но не видеть семью 12 лет. 12 лет будет в разлуке. И сколько я с ней вместе пока? Чуть больше полгода. Поддержать, конечно, нужно эти вещи поддержать обязательно. Я бы хотел посетить и планирую посетить Красно-Лиманский район. Есть такое село Дробышево. Вот там у меня могила моего деда, красноармейца, офицера, который одолжит за борьбу с фашистом. И сейчас там находятся эти украфашисты, потому что на Москве не могила моего деда. Но так я всегда был за, чтобы вернуть на нашу территорию обратно. Нашу Малороссию, Новороссию, чтобы они были стали одной большой Россией. Спасибо вам большое. Спасибо, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok